Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору Мишли. Сегодня 15 мая, мы сегодня заканчиваем 14 главу и переходим на 15 главу. Да. Хорошо, дорогие друзья. Кстати, интересно, что я вам очень сильно советую каждый день повторять, просто прочитывать по одной главе. То, что мы уже изучали, все равно в голове что-то осталось, понимание у вас уже есть. Если вы перечитываете каждый день по одной главе Мишли, вот 1-го числа, 1-го главу, 2-го числа, 2-го главу, 3-го числа, 3-ю главу, 4-го числа, 4-го, и так до конца. В Мишли 31 глава, в месяце или 30, или 31 день, то вы сможете за месяц заканчивать полностью книгу притчи и начинать заново. И я слышал, что если год это делать каждый день, то жизнь невероятно улучшается во всех сферах. Во всех сферах жизнь невероятно улучшается. Да, я до воскресенья приехал к друзьям в другой город. Хорошо, друзья. Значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Мы дошли до того, что мы разобрались, что даже когда ты занимаешься бизнесом, даже когда ты занимаешься бизнесом, бизнес это является служением Всевышнему. И когда ты просто вовремя, когда ты предоставляешь рабочие места, вовремя платишь зарплату. Даже знаете, если интересно, есть в Торе такая заповедь, что рассчитаться надо с работником, пока месть не... Ну, то есть вечером надо за работу рассчитаться с работником. Понятное дело, что если вы договорились, что эта оплата будет раз в месяц и так далее, то это тоже законно. Но если ты хочешь каждый день выполнять заповедь, то ты можешь, например, таксист тебя даже подвез в Израиле, ты таксисту даешь деньги и говоришь, вот я выполняю заповедь из Торы, сразу рассчитаться с работником. То есть служение Богу, оно в том, чтобы быть честным, в том, чтобы выполнять заповеди, даже вот в таких бытовых жизненных вещах. Это был 31 отрывок, я просто напоминаю, на чем мы остановились. И тот, кто сжаливается над такими совершенно... Вот есть Ивьон, который такой бедный, что он даже не может работать. Кто над ними сжаливается, тот тем самым почитает Всевышнего. То есть это тоже огромная-огромная заповедь, что Бог специально так сделал, чтобы одни люди помогали другим людям. То есть все мироздание, оно устроено так, что все является причиной или пользой для чего-то другого. То есть весь мир так устроен, встает солнце, значит солнце дает свет, свет превращается в траву, трава, траву съедает корова, человек съедает корову, и потом человек умирает и уходит под землю, превращается в землю, его тело, а из этого тела дальше растет следующее растение и так далее. То есть есть круговорот вот этого всего пользы в природе. Все приносит пользу. И значит Бог так сделал, чтобы даже когда ты помогаешь кому-то, это становится заповедью. Все, мы на этом остановились, 31 глава. 32 глава, опять нам царь Самон, он как бы дает вот какой-то такой инструмент-инструмент, а дальше дает такую глобальную мысль. Вот 33 отрывок это глобальная мысль. Глобальная мысль такая. Значит, секундочку, 32 сейчас, 32 отрывок. Значит глобальная мысль такая. Бераато идахэраша, злодейством своим будет повергнут злодей. Вехосе бемото цадик. И праведный он прикрыт даже в смерти его, прикрыт чем добротой и надеждой. Сейчас мы изучаем 32 стих, 32 стих, 32 отрывок. Значит, злодейством своим будет повергнут злодей. Вехосе бемото и прикрыт в смерти его праведник. Переводят, при смерти своей имеет надежду. Давайте разберемся, что это значит. Бог же он добро. То есть, Бог это добро. То есть, что мы знаем про Бога? Бог непостижимый. Его нельзя постигнуть. Но мы знаем о нем только точно. То, что мы о нем знаем. Что он творец-создатель. И раз он творец-создатель, он дает. Он дает всему мирозданию возможность существовать. То есть, Бог он дающий. Он дает, он творец, он создал. И он поддерживает существование мироздания. Это точно мы про него знаем. Точно мы это про него знаем. Потому что мы существуем, мир существует, все существует. Теперь, если бы Бог был зло, то он бы, мира бы не было. Зачем ему тогда делать мир? Значит, он дающий, он добро. Теперь, но откуда в мире злодеи? Злодеи это то, где нету добра. То есть, смотрите, что такое свет, что такое темнота? Темнота, она сама по себе, она не существует. То есть, темнота это то место, где нет света. Там, где есть свет, там, где есть добро, там нет темноты. Понятно, да? Теперь, злодейство это то, что возникает, когда нет добра. Теперь, так Бог есть источник злодейства? Нет, он дал возможность человеку выбирать. Есть некоторые люди, которые выбирают идти против Бога. Не дай Бог. То есть, Бог сказал, это добро, это зло. Это делай, это не делай. Есть какие-то люди, которые говорят, а я буду делать то, что Бог назвал зло. Почему они это говорят, я буду делать? По двум причинам. Первая причина, это у них есть злое начало. То есть, Бог специально сделал так, что у человека внутри есть вот такое животное начало, которое ведет человека против Бога. И Бог сделал специально животное начало, чтобы человек победил это животное начало и получил награду. Игра такая. То есть, он нам сделал, чтобы не было скучно. Ангелы, у них нет злого начала, а у людей есть злое начало. И он нам сделал вот такую вот игру, что ты знаешь, что такое добро, и ты хочешь сделать зло, но ты побеждаешь это зло внутри и выигрываешь вечную жизнь. Такая игра. Теперь, но есть люди, злодеи, они называются грешники, которые, они говорят, да, я знаю, что это зло, но я буду это делать, потому что я хочу. Это называется ксиль. Ксиль это грешник по вожделению, который не может победить вот это свое животное начало. У праведников тоже есть, но они его победили. Теперь есть вторая категория грешников, злодеев, которые говорят, вот то, что Бог назвал добром, я не согласен. То, что Бог назвал злом, я не согласен. Я буду в мире устанавливать свои законы, это мой мир. И такой грешник называется Ивель, грешник-скептик, который сомневается в боди, сомневается в правилах, которые изложены в Торе. И он делает зло, потому что он выбирает делать что-то, но он это обычно грешник-скептик, он то, что он делает, он злом это не называет. Он делает зло, но называет это добром. Как фашисты убивали детей и назвали это добром, то есть это же зло понятно по всем показателям. Но фашисты говорят, нет, это добро. И живыми закапывали детей в землю, целые семьи закапывали в землю. Это называется злодей, который полностью пошел против Бога и сказал, что Бог для меня никто, не указка никто, не дай Бог. Теперь написано, что злом своим будут повергнуты вот эти злодеи. Что это значит? Вот смотрите, на простом примере. В Советский Союз приходят революционеры и говорят, значит мы весь мир насилием и разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. Значит в нашем новом мире мы забираем фабрики, заводы, квартиры у всех, кому они раньше принадлежали. Право собственности нас не волнует. Мы рабочие, мы хозяева. Значит мы убиваем тех, кто против нас и теперь мы главные, мы хозяева жизни. Все, вот это добро. Они создали некую систему, которая отрицает право человека на собственность, отрицает право человека на защиту себя и своей собственности. Что происходит дальше? Дальше начинаются репрессии. Этот же аппарат, который уничтожал тех, кого они назвали злодеями, этот же аппарат начинает уничтожать их. Начинается волна репрессии и с там 30-го года по 53-й год уничтожили всех, кто участвовал в первой волне репрессии, которые убивал людей, забирал и так далее. Получается, что Бера-Ато своим злодейством будет повергнуть злодей. Была такая, такая была организация Евсекция, Еврейская секция Коммунистической партии. Ее возглавлял человек, которого говорят, что он учился в Яшиве, что он был раввин даже и так далее. Он знал полностью против кого он воевал и как он воевал. И он старался полностью всех вот искоренить веру в Бога. Но что с ним дальше стало? Его убили, его убили. Он тоже попал под репрессии и его убили. Троцкий, Лев Троцкий, он, значит, был, кто он был этот Лев Троцкий, там, глава армии, тем он только не был. Там все, он прям был наследник Ленина, самый крутой революционер. Что дальше с ним стало? Его топориком зарубил другой революционер. То есть это они все не учили 32-й отрывок 14-й главы, в котором четко сказано. Бера, то своим злодейством будет повергнут злодей. Идахэ раша. Вэхосэ бэмото цадик. И даже когда уже близок к смерти, цадик, он прикрыт своей верой. Он имеет надежду. Расскажу историю Равыцкая Зильберзи. Он, значит, в советское время, он закончил университет, чтобы соблюдать шаббат. Он учился в Казани. И вот его назначили работать в какой-то деревне. И вот он, эта деревня, там, 10 или 15 километров. И он по снегу туда пошел, пошел туда по снегу. А он не кушал. Там целая была история. И, значит, он уже лег, чтобы замерзать. Но тут ему, значит, он начал молиться Богу. Молиться Богу, он говорит, вот было 2-3 раза, когда я был на грани смерти. Я молился. Написано в Талмуде, что даже если острый меч лежит на твоей шее, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего. И он молился. И тут он, засовывая другу в карман, нашел там кусочек халвы. Съел кусочек халвы и вышел на правильную дорогу, выжил. И было у него несколько таких историй, где он был на краю, на краю смерти. Вот прямо уже по границе проходил. Но чем отличается цадик от злодея? Цадик, он все время понимает, что у него есть связь с Богом, что Бог хозяин мира, что Бог лично с ним общается. Так как цадик с ним общается, то и Бог с ним общается. И в этот момент написано здесь что? Что в Хосеи прикрыт даже в смерти своей цадик, его состояние не меняется. То есть он как при жизни, его главное я, его главное самоопределение, это было с Богом, это была его душа. Также момент смерти, это просто его переход, выход из тела. Выход из тела. А у злодея, для которого нет ничего духовного, то для него выход из тела является полным исчезновением. Хорошо, значит 32-й отрывок мы тоже разобрали. 33-й отрывок. 33-й отрывок звучит так. Блев на вон тануа хохма. Убекеров кселим тывадея. Значит в сердце, давайте еще раз разберемся. Есть хохма, хохма это божественная мудрость. Вот мы сейчас изучаем, это называется хохма, божественная мудрость. Значит божественная мудрость это то, что Бог через Машера Бейну и других пророков сообщил, как работает мир и что такое добро, что такое зло. Это хохма, божественная мудрость. Теперь эту хохму можно только услышать, понять и запомнить. И сделать выбор, строить свою жизнь не на базе своих желаний, а на базе этой божественной мудрости, которая называется хохма, которую ты услышал из дне. Это не логика, это приказ. Это приказ Бога, переданный через пророков. Теперь вот эта хохма, божественная мудрость, она все время, то есть это некая теоретическая, достаточно сложная система, которая регламентирует все модели поведения в этом мире. И она, она держится где? Она держится у человека в неокортексе, то есть она держится, это интеллектуальная система. Теперь дальше. Есть у человека бина. Бина это свойство разума, сообразительность, которое от слова строить. То ту реальность, в которой человек находится, он постоянно сам лично строит с помощью своей системы причинно-следственных связей, выводов. Например, утро. Я что-то не выспался. Это значит, что я сейчас буду плохо себя чувствовать. Это значит, что сегодня я никуда не пойду. Это значит, что день пропал. Такое может себе человек навыдумывать. Или он может себе навыдумывать по-другому. Сегодня я плохо спал, это значит, что все плохое в моей жизни уже произошло. Это значит, что у меня впереди только хорошо. Это значит, что я... и так далее. То есть каждый человек на автоматическом режиме строит вот такие вот причинно-следственные цепочки. Это значит, это значит, это значит. Он что-то сказал, это значит, что он подумал вот так. А значит, новость какая-то, это значит, и тот человек, он, услышав что-то, И сопоставив это что-то со своей внутренней системой правил и убеждений, он делает выводы. Теперь тот мир, в котором человек живет, это называется даат. Это то, что человек воспринимает. И человек воспринимает не реальность, какая она есть, а тот мир, ту картинку, которую он построил из правила, по которым он живет, причинно-следственные связи, выводы и восприятие, чувственное восприятие, которое он воспринимает органами чувств. Какая-то некая картинка. Все это вместе называется даат. То есть у здорового человека, у него есть некая картина, которую он сам создает. Теперь у нездорового человека эта картина, она мелькает, у кого-то есть раздвоение личности, у кого-то паранойя, все время забегает какой-то опасный сигнал в эту картинку, у кого-то невроз, он все время там какой-то и так далее. Это сбои. Но у нормального человека эта картинка более-менее устойчивая, хотя у кого-то она такая черноватая, такая близкая к депрессии, ту картинку, которую он создает своими причинно-следственными связями. У другого человека эта картинка более оптимистичная. Религиозный человек, он смотрит на мир сквозь призму Торы, то есть вот этой хохмы божественной мудрости. Теперь говорит нам царь Соломон в 33-м отрывке. В сердце человека сообразительного, который логичный человек, который мыслит, который задает вопросы, у него тануа хохма, у него эта божественная мудрость, она так спокойненько там лежит. Почему? Потому что он спокойный, он не эмоциональный, у него нету каких-то там вот этих вот бурь внутри, эмоциональных бурь, которые его колбасят, страх, негатив, хочу, не хочу, я не могу и так далее. Это все эмоциональная, лимбическая, животная система, называется это мозг млекопитающего. Как только у человека включается эмоциональная вот эта система, у него отключается его логика и сообразительность. И об этом вторая часть отрывка. Первая часть отрывка. В сердце спокойного, сообразительного человека отдыхает божественная мудрость. Он такой, да, все отлично, конечно лучше верить в Бога, чем не верить, конечно лучше соблюдать заповеди, чем не соблюдать. Конечно правильно жить, исходя из продуманных и обдуманных решений. Это в таком сердце, в таком мышлении отдыхает божественная мудрость. Тануа хохма, она такая, ложится туда, и человек думает, ну как же все прекрасно, все понятно. Утром проснулся, сказал, значит, модеанили фанейха. Дальше идет, шахарит, поучился, покушал спокойненько, сказал благословение, пошел поработал. Все как бы, ну все идеально. То есть спокойный человек, у него легко ложится к нему божественная мудрость. У бекеров кселим, а во внутренностях кселим, кселим это грешники по вожделению. Тывадеа, она известна ему, то есть он с ней ознакомился. Вот этот грешник по вожделению, он верит в Бога, он верит в Тору, он понимает, что есть добро и зло. Но он не может справиться со своими эмоциями. У него эти эмоции зашкаливают его, он хочет его, им руководит слово «хочу». Хочу для него это главное, хочу, не хочу, инстинкты, интуиции там и так далее. То есть у такого человека, у ксиля, у него хохма, она только чуть-чуть, она так побыла у него в голове божественная мудрость и оттуда быстро уехала. А у человека навон сообразительного, она там отдыхает, тонула хохма. И еще два отрывка, два отрывка не успеем, один нехорошо оставлять. Все, два отрывка оставим на следующий урок, на воскресенье. С Божьей помощью, значит, воскресенье мы продолжим изучать 14 главу и закончим с Божьей помощью 14 и 15 отрывок. Все, давайте сделаем вывод. Первое. Божественная мудрость, она ложится только в сердце спокойное. Дальше злодейством будет уничтожен злодей. То есть как только человек начинает производить злодейство, это же злодейство, оно внутри его уничтожает. То есть тот, кто начинает, вот Ирина правильно говорит, тот, кто начинает спорить, то этот спор ему уже потом и возвращается. То есть лучше не спорить, не производить злодейство, быть сообразительным и спокойным, и тогда изучать божественную мудрость и жить исходя из нее. Все, ну просто чтобы один отрывок, хочется чтобы было закончено. Осталось там два отрывка до конца главы, и лучше мы эти два отрывка в воскресенье изучим и закончим 14 главу, чем один отрывок и перейдем на 15. Просто так, для ровного счета. Все, всем шаббат шалом. Кто соблюдает шаббат, всем шаббат шалом. Кто не соблюдает шаббат, просто хорошо вспоминать о Боге в этот день. Один день недели надо выделить конкретно на духовное свое соединение с Богом. И всем мир, чтобы был в душе. Шаббат шалом и просто шалом. Все, всем пока.